третий пункт построения структуры и мы об этом будем еще более подробно говорить на втором уровне но сейчас я все равно хочу сказать об этом несколько слов потому что начальные этапы построения структуры очень важны вполне возможно большинство из вас уже понарегистрировали большое количество людей ну определенное количество людей но тем не менее озвучиваем атоме это не бизнес я это бизнес-команда то есть так говорят практически все атомянцы по крайней мере в нашей структуре и это на самом деле так и сегодня уже говорил об этом то что под команды имеется ввиду в большей степени ту команду которую построите вы конечно в общей сложности в общем хвате вся команда и то что наверху и сбоку и внизу но в большей степени именно для вас и для вашего бизнеса конечно это будет ваша команда и насколько вы будете успешным будет зависеть именно от этого каких людей вы сможете привлечь к себе в команду они от того каким людям вы попали это тоже важно но в десятки раз важнее те люди которых вы будете привлекать сами так эффективное построение я уверен большинство уже в этом разобрались но вкратце я повторюсь то что структура бинарная в теории выглядит так но так она не выглядит на практике практически никогда по крайней мере у людей кто добивается результатов хороших высоких здесь идеальный бинар да под каждым человеком по два человека но на практике так не бывает потому что все регистрируют с разной скоростью большинство людей просто не регистрируют поэтому на практике часто вот такие колбаски появляются то есть вот этот скриншот нашей структуры два года назад все например на вот так это не вся структура это какой-то кусочек здесь видно что есть много много таких колбасок где в колбаску колбаску люди выстроены потому что именно такими колбасками мы и строим нашу структуру в чем заключается стратегия построения двух веток смотрите то что у нас бинар это не значит что мы можем строить только две ветки это нужно понять что я здесь имею ввиду как бы ветки до 2 левая правая но если мы начнем их расчленять если в левой ветке мы начинаем строить кому-то две ветки то мы уже строим не 2 а 4 ветки получается слева мы строим две ветки справа мы строим две ветки таким образом каждый человек каждый из вас может строить бесконечное количество веток но это супер неэффективно и наша рекомендация для всех строить только две ветки то есть два паровозика две линии друг за другом как показано на рисунке то есть под левого человека вот последнего человека слева в его левую ветку и под последнего человека вправо который у вас находится в его левую ветку таким образом вот по краю все это будет идти и важно понимать то что вот есть такой термин спонсорская ветка это такой простонародный термин для понимания то что спонсорская ветка на сто процентов ваша ветка личная ветка это тоже ваша ветка все это два термина которые неофициальные это жаргон такой сленг и спонсорская обычно считают левую ветку личные обычно считают правую ветку но обе вашей ветки и левая и правая на 100% для вас важны. Они равноценно важны для вас. Это нужно понимать с самого начала и закладывать это в головы вашим партнерам. Условия спонсорской помощи. Вот есть такой термин, понятие спонсорская помощь. Что это такое? Это когда от спонсора приходят люди, приходят регистрации в спонсорскую ветку, поэтому она и называется спонсорской. Потому что вышестоящие спонсоры, как бы не один человек, а даже много людей, могут туда людей ставить. Но в каких ситуациях, в каком случае? Вот должны выполняться три условия. Спонсор строит структуры по стратегии двух веток. То есть он преследует эту стратегию. Вы находитесь в меньшей ветке спонсора, и ваш спонсор активнее вас. И заведомо, когда человек хочет, чтобы спонсор ставил ему туда людей, я считаю, что это заведомо неправильное начало подстроения бизнеса. Потому что изначального, как бы закладывать, я хочу, чтобы спонсор работал больше меня. И с такой мыслью, ну, добиться успеха можно, конечно, но не так эффективно. Потому что от вашей активности зависит, в принципе, все. То, что спонсор будет людей туда ставить, это еще ничего не значит. Это не значит, что эти люди будут работать. Это вообще неизвестно, кто это и зачем они приходят. О которых вы людей же будете ставить, у вас будет какое-то понимание, что к чему. И большинство людей нужно понимать, что работают без этой спонсорской помощи. Более чем 90%, я не могу сказать с уверенностью наверняка, но точно больше 90% работают без этой спонсорской помощи. Почему? Потому что многие структуры просто регистрируют бинарно, хаотично. Точнее, не хаотично, а упорядоченно бинарно, как в других сетевых компаниях обучали. Есть различные стратегии построения, есть еще несколько стратегий. И чаще всего люди с богатым опытом сетевого бизнеса приходят сюда и используют свою стратегию, которая им привычна. Иногда это эффективно. В каком случае можно строить по другой стратегии? Я думаю, это два основных случая. Первый, если вы суперсетевик с большим списком, и у вас много контактов, вы знаете уже людей, вы знаете, кто лидер, кто нет, и просто запас людей практически не иссякаем, либо очень большой. Тогда можно строить структуру по-другому. И там много вариантов. Там нужно от частного исходить, какие ресурсы есть. Это первый случай. Второй случай, если вы, может быть, мега популярная личность, суперзвезда, мега инфлюенсер, блогер, и к вам сотни тысяч людей ежедневно в очередь выстраиваются. Тогда тоже можно строить структуру по-другому. Но если вы обычный человек, как мы, и ресурс в регистрации людей ограничен, то нужно строить именно таким образом. В каком случае потом, впоследствии можно отойти от этой модели построения? В том случае, когда вы уже выходите на высокие ранги, мастер Шаронская роза, например. И тогда можно в каких-то случаях, тоже в очень частных, помогать своим лидерам, кто на бриллиантового мастера, например, выходит. Но тоже понимайте то, что вы не можете от спонсора требовать этой помощи. Потому что если бы ваш спонсор мог бы дать вам эту помощь, он бы давал. У вашего спонсора много тоже партнеров. У него есть основные ветки, которые, возможно, он считает своей обязанностью ввести, регистрировать людей туда. В общем, это такой тонкий вопрос. И я думаю, мы к нему еще неоднократно вернемся. В целом, подытожить здесь, что я хочу сказать. То, что если к вам приходят люди от спонсора, просто будьте этому очень благодарны. Вы просто тот избранный человек, который получает эту спонсорскую помощь. Большинство людей, 9 из 10 человек, работают без этой помощи. И в данной ситуации даже 1 человек в месяц – это хорошо. Потому что это нормально. Дальше. Понимаете еще, что спонсорская помощь временна. Если у вас сейчас есть спонсорская помощь, понимаете, что если вы работаете, если у вас большие цели, рано или поздно вы этой помощи, скорее всего, лишитесь. Потому что если вы будете бояться лишиться этой спонсорской помощи, вы будете сами себя ограничивать, программировать на то, чтобы вы были всегда в меньшей ветке у спонсора. Каким образом можно работать на 100% без ограничений и при этом оставаться в меньшей ветке у спонсора? Это если в другой ветке у спонсора люди работают больше и лучше вас. Но это тоже не очень хорошее программирование в самом начале. Если вы хотите добиться больших результатов, кратчайшие сроки, хотите, чтобы ваша команда была успешнее других, то, скорее всего, вы окажетесь в своей ситуации, что спонсор перестанет вам помогать. Если вам спонсор помогает, значит, другие команды работают лучше вас. Поэтому здесь тоже палка два конца. Есть спонсорская помощь – хорошо, нет спонсорской помощи – тоже хорошо, значит, вы хорошо работаете, если выполняются все предыдущие условия. В любом случае от спонсорской помощи может зависеть много, а может не зависеть ничего. А от вашей работы, от ваших регистраций всегда зависит, в принципе, все. Поэтому больше фокус внимания на личных регистрациях. Правила построения структуры. Давайте подытожим. Строим только две ветки – личную и спонсорскую. Новый партнер всегда идет слева под последнего. То есть в левой ветке и в правой ветке одинаково. Вы хотите зарегистрировать нового партнера, он уходит всегда под последнего. Если это последний партнер в структуре, то под ним, значит, никого еще нет. И последний партнер именно в этом паровозике по левому краю. То есть в правой ветке по левому краю и в левой ветке по левому краю. Ваш успех заключается в балансе, в балансе ваших веток. И поначалу баланс оценивается в количестве, в количестве партнеров. Оценивайте примерно, где сколько людей. И должно быть примерно равновесие. Про построение структуры и балансировку мы еще поговорим на втором уровне. Но уже сейчас можно обращать внимание на то, что стремиться нужно к тому, если пока вы не можете оценить товарооборот в вашей структуре, чтобы хотя бы количество примерно было одинаково. Не так, что в одной ветке там тысяча, а в другой ветке два. Лучше пусть в обеих ветках будет по 500. Это вам обеспечит гораздо больший доход. И не забывайте никогда, что обе ветки – это ваши ветки. Все ветки – наши ветки. Все, что под нами – это наши партнеры все, каждый до последнего на 100%. И никому не помешает наша помощь. Точка невозврата, о которой мы говорим часто, и которая для меня была сам в начале для понимания, это вот тысячи людей слева-справа. Тысяча живых людей. То есть не простые пустые регистрации, а люди, которые хотя бы интерес имеют. Потому что если у них есть интерес, скорее всего, рано или поздно они что-то попробуют. То есть это тысяча потенциальных потребителей. Если у вас есть по тысячу потенциальных потребителей слева и справа, то даже с покупной способностью 10 долларов в месяц это количество будет обеспечивать вам закрытие мастера продаж на регулярной основе. 10 долларов в месяц – это примерно такой минимум, который для себя тоже понимал, для среднестатистического казахстанца. То, что сразу разрушаем вот это возражение, то, что ой, дорого. То, что 10 долларов, я думаю, практически каждый может для себя любимого позволить. И тем более, если речь идет о товарах, которые прослужат долго, качественных товарах, за которые люди не переплачивают. И именно вот этот камень преткновения, то, что тысяча людей слева, тысяча людей справа, то, что я могу добиться этого результата, что вместе с женой мы этого добьемся. Не зная, сколько на это понадобится времени, но мы добьемся, что будет слева по тысяче людей и справа. Именно из-за этого и была вера и понимание, что это реально. Почему мы этого добьемся? Ну, ответ на этот вопрос в предыдущих трех неделях обучения. Давайте дальше. Советы для построения структуры. Понять, как правильно строить структуру. Это очень важно, потому что в самом начале можно ломать дров, а потом страдать и жалеть фактически всю жизнь. Мы тоже наблюдаем это, когда уже лидеры, добивающиеся высоких рангов, из-за ошибок определенных, поначалу, которые казались не такими уж и ошибками, не такими грубыми, почему бы нет. Но люди обычно, когда отходят от этой структуры под строение на начальном пути, потом действительно об этом жалеют. И если вы решаете для себя отходить от этой структуры, то это решение должно быть обоснованным. Почему? Должно быть полное понимание, что вы делаете и зачем. И ответственность самое главное, что вы берете ответственность не только за свой поступок и за себя, а за тех людей, которых вы регистрируете куда-то. Не в вашу основную ветку, а кому-то в личную ветку. Потому что если вы отходите от этой построения структуры, то вы кому-то в личную ставите человека. И получается, этого человека обрекаете на будущее, за которое вы уже не можете нести ответственность. Потому что уже тот человек, кому вы поставили во внутреннюю ветку, будет помогать или не будет помогать этому человеку, который пришел. Поэтому это чревато. Далее. Сразу поймите, что много людей не бывает. Сколько бы людей у вас в структуре не было, это немного. Но в то же время понимаете, что каждая регистрация бесценна. Каждый человек бесценен. Даже если у вас всего три человека в структуре, каждый из них бесценен. Потому что каждый из них может привести неограниченное количество людей. И поэтому регистрации много не бывает. Регистрации не бывают лишними. Всегда радуйтесь регистрациям. Мы вот радуемся каждой регистрации. И если в начале пути мы могли регистрировать по 20-30 человек в сутки, сейчас мы регистрируем гораздо меньше людей. Потому что фокус внимания уже не на этом. Фокус внимания не на личных регистрациях, а на том, чтобы помочь нашим лидерам в структуре расти. Сейчас мы регистрируем в среднем, сложно даже сказать, ну, может быть, 10 человек в месяц, может быть, 5 человек в месяц. Но точно не каждый день регистрируем. Ну, может быть, в какие-то месяца 20 за месяц. В общем, в среднем так, полчеловека в день. И если даже вот вы зарегистрировали 100 человек, 1000 человек, не надо расслабляться и думать, ох, как умно много людей. В нашем бизнесе не бывает много людей. И на самом деле, как потребители, нам нужны все. Наша целевая аудитория – это все живые люди. Изначально такую целевую аудиторию себе поставил. Возможно, не со всеми приятно работать, возможно, не со всеми хочется работать. Здесь тоже нужно, конечно, расставлять приоритеты и для себя лично принимать решения, с кем вы хотите работать, с кем нет. Но у нас изначально была такая установка. Все живые люди – наша целевая аудитория. Построение структуры нужно быть в интересе. Это самая лучшая, интересная, увлекательная и благодарная игра, которую я когда-либо играл. Это построение структуры, это регистрации. Потому что это же такой кайф, когда у тебя растет структура, и ты понимаешь, что усилия, которые ты прикладываешь, они дают результаты. И будут давать результаты всю жизнь. Я вот эту фразу сегодня повторяю уже третий раз, по-моему. Потому что на самом деле это классно. Просто засыпаешь и видишь, как растет структура, и даже волнительно немного страшно становится, когда я представлял, что структура будет из себя представлять через пять лет. Если мы будем продолжать работать в том же духе и передавать это нашим партнерам, и у них будут структуры расти. Просто представьте, вот через пять лет, что может из себя представлять ваша структура. Даже если вы регистрируете, скажем, одного человека в день. Даже если одного человека в десять дней. Все равно, если вы делаете это основательно, если вы даете людям понимание и ценность, зачем он сюда регистрируется, то через пять лет у вас будет большая структура. Потому что люди, которых вы регистрируете, так или иначе будут приводить людей. Да, не все, да, не все сразу. И не все одинаково, все по-разному. Но люди будут приходить. Не решать за других. Это один из самых важных пунктов в приглашении в бизнес или в рассказывании о компании. Здесь еще вот важно понимать. В нашем проекте, в Атоме, мы не всех зовем на бизнес. Потому что не всем это надо, не все готовы. И не все захотят слышать, тем более, если узнают, о, сетевая, нет. Мы именно даем информацию. Наша задача – давать людям информацию. Рассказывать о компании, о бизнесе, о продукции. Кому что интересно. И как минимум, любому человеку интересно зарегистрироваться в компании, если вы дадите ему понимание, зачем ему это надо. Не всегда, конечно, это будет получаться. И поначалу больше будет не получаться, чем получаться. Но прям любой человек, в любой точке мира, сколько бы он не зарабатывал, чем бы он не занимался, ему есть интерес зарегистрироваться в нашу компанию. Он просто, возможно, этого не понимает. Возможно, он этого сейчас и не поймет, когда вы расскажете. Но рассказать надо. Рассказать надо каждому. Не думайте то, что вот, ой, ему это не надо, точно можно не рассказывать. Вы рассказали, как минимум, да, вы опять-таки приобрели опыт, отточили свои навыки, сделали какие-то выводы, стали умнее, сильнее, решительнее. Самое главное – вы посеяли семечко. Вы этому человеку рассказали, дали информацию. И даже если сейчас ему это не нужно, но уже в голове осталось семя. И со временем эта семечко прорастет. И если когда-нибудь кто-нибудь, другой человек, скажем, может быть, по-другому донесет, более интересно и сможет заинтересовать, он вспомнит о вас, если вы произвели хорошее впечатление и оставили позитивные эмоции. Ну, мы об этом более подробно будем говорить. Где? На втором уровне обучения. И будьте первее других. Почему спать дорого, друзья? Почему мы все время говорим, что спать дорого? Потому что пока вы спите, другие работают. И чем больше вы спите, тем больше другие люди первее вас. Это здоровая спортивная конкуренция. То, что если вы хотите добиться больших результатов, нужно быть первее других. А кто первее других? Тот, кто более проактивен. Тот, кто действует больше. Тот, кто прикладывает больше усилий. Тот, кто пашет. Поэтому, когда спрашивают, в чем секрет успеха, у многих лидеров затруднение, как ответить на этот вопрос. Потому что первое, что бросается в голову, надо пахать. Просто иди работай. Откуда у тебя время вообще задавать такие вопросы? В чем секрет успеха? У тебя не должно быть времени на сон. Тогда ты добьешься успеха. Быстро. В чем прелесть нашего бизнеса? То, что результаты могут добиться все. С каждой со своей скоростью. Но именно если вы хотите добиться больших результатов за краткие сроки, то нужно прям впахивать. Окей. Последнее задание – составление списка. Что такое список? Список – это список ваших контактов. Это люди, которых вы знаете. Это ваши родственники, это ваши друзья, это ваши одноклассники, одногруппники, коллеги, соседи. Все люди, с которыми вы сталкивались на протяжении жизни. Это ваше богатство. Это сокровище каждого человека в сетевом бизнесе. И составление списка – это такой классический элемент. Список нужно составить. Можете разгруппировать его по разным категориям. Любимые родственники, нелюбимые родственники. Родственники, которых я никогда не видел, например. Или не хочу видеть. Друзья, близкие друзья, недруги. Одноклассники. В общем, по тем категориям, которые вам понятны, по которым вам удобно разгруппировать. Для чего это нужно? Зачем нужна группировка? Потому что если просто в кашу всех вы будете закидывать, сложно будет составить грамотный список и очень легко кого-то забыть или потерять. А так по шагам будете идти. Детский сад. Вот с этими людьми я общался. Школа. Вот эти люди. И даже если вы не знаете, как найти этого человека, но вы имели с ним какой-то контакт, вы можете его найти, потому что вы знаете его имя, а в наше время подавляющее большинство имеет хоть какие-то социальные сети. Поэтому у каждого человека список большой. Не ограничивайте свой список. Даже если человек не захочет с вами разговаривать, это все равно нормальный результат, нормальный исход. Вы не узнаете, хочет он с вами разговаривать или нет, до тех пор, пока вы не начнете говорить. А как с ними разговаривать, что им говорить, мы опять-таки более подробно об этом поговорим на втором уровне. Субтитры создавал DimaTorzok